Кто хочет ходить в помазание и святом духе? Я думаю каждый хочет, правильно? Это будет для тех, кто хочет ходить в духе и в помазание. Хотите ходить в духе и в помазание? Кто хочет? Ну вот, сейчас послушайте, я поделюсь двумя шагами, чтобы мы могли ходить в духе и в помазание. Что это мне открыл Бог. Что надо делать, чтобы ходить? Это не будет какое-то осуждение, потому что Иисус пришел не осуждать нас, но спасти, правильно? И мы тоже никого не осуждаем. Это не будет осуждение, но учеба такая. Шаг первый. Берегите себя от того, что может разрушить нас. Надо беречь себя от того, что может нас разрушить. И сперва надо удаляться от неправильных разговоров. Неправильных разговоров, нечестивых мыслей надо удаляться. И порочных поступков. Надо держать под контроль свою духовную жизнь. Я думаю, каждый человек знает. Знает, что разрушает его отношения с Господом. Бог не хочет, чтобы мы осознательно разрушаем свой дух, отношения с Господом. Потому что часто бывает, что мы сами разрушаем. Знаем, что это нехорошо, но все равно делаем. Правильно? Много раз так бывает. Ты можешь быть даже служителем, можешь быть лидером домашней группы, пастором, кем угодно. Но у каждого есть ответственность перед Богом. Несмотря кто ты такой. У каждого человека. Ты думаешь, что пастор, у тебя нет ответственности перед Богом. Или домашней группы, лидеры. Тоже ответственность. Семь людей между собой. И когда нарушена эта связь с Богом, ты уже чувствуешь пустоту. Правильно? Нет такого, когда что-то разрушено, ты как пустой. Уже не наполненный духом. Ходишь пустой, не помазанный. Писание говорит, ибо если вы получите познание истины, произвольного грешим, то не остается более жертва за грехи. Если мы знаем истину, но произвольно грешим, уже не остается жертва за грехи. Правильно? Это Евреям 10, 26. Это Слово Божие говорит. Если мы осознательно делаем, тогда уже не думаешь, что будет у нас хорошее отношение с Богом, чтобы мы будем наполнены духом, будет пустота. Это написано, что человек не грешил осознательно. И не делал выбор в пользу греха. И когда мы делаем этот выбор в пользу греха, мы разрушаем это отношение с Богом. И жертва креста уже не имеет больше силы в нашей жизни. Уже жертва креста не имеет силы. Когда мы разрушаем отношение с Богом, когда мы осознательно, знаем, что нельзя так делать, но делаем, тогда уже жертва не действует перед крестом. Бог сказал, не делай это, а ты делаешь. Он один раз может тебе сказать, второй. Он-то любит нас, но все равно надо учить человека. Человек переступает ту границу, которую не должен переступать. Когда мы крестились, крестились в воде. Мы обещали Богу оставить старую греховную жизнь. Все под водой, и с водой вылезли. Новую жизнь. Начинаем новую жизнь. Грех оставляем под водой. Вот и Бог хочет, чтобы мы так и жили. Не делая осознательно этот грех. Так понял. Важно нам знать, что никогда не делать осознательно того, что нас разрушает соотношение с Богом. Если не будет отношения с Богом, не будет наполнен и твой Дух. Святым Духом ты будешь наполнен помазанием. Ты уже не можешь, даже нормально молиться не сможешь. Трудно будет, трудно будет. Не делать так осознательно того, что разрушит наши отношения с Богом. Я так понял. И второе, что я хотел сказать, чтобы мы ходили в Дух и помазание. Второй шаг. Это приятный нам шаг. Святой Дух должен стать самой большой драгоценностью в нашей жизни. Святой Дух подобен жемчужине, которая говорится в Библии. Я прочитаю Библию. Матвея 13, 45. Там написано. Еще подобно Царство Небесное. Купцу ищем хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Святой Дух приходит на человека, я понял, тогда, когда мы больше всего того желаем. Ему важно, чтобы нам было желание, правильно? Чтобы нам было желание, чтобы Святой Дух приди, Святой Дух. Я без тебя не хочу жить. Ты драгоценная жемчужина. Ты не самый важный, самый главный. И тогда Он придет. Потому что Святой Дух есть такая ценность, такая жемчужина, которая превращает все жемчужины в этом мире. Когда Иисус ушел на небо, Он сказал, пришлю Святого Духа, Он молил Отца, пришлю Святого Духа, Он сказал, лучше, если я буду думать. Если я не ушел, Святой Дух не пришел сюда, Он сказал. А сейчас Святой Дух на земле, Он в нас, Он живет в нас. Хочу, чтобы мы были хорошие отношения с Ним. Чтобы наша духовная жизнь не была разрушена. Чтобы мы осознательно не грешили специально, чтобы разрушить наши отношения. Чтобы мы поняли, что Он самый главный в нашей жизни. В Библии так написано, если кого-то больше любишь, чем меня, ты недостоин, недостоин, правильно? Это то, что мы самое ценим, самое большое в жизни и дорожим этим. Поэтому Святой Дух должен стать более драгоценным. Что? Все у нас есть. Больше всего. Самые драгоценные жемчужины. И тогда нам будет это все. Бог даст. Даст все. И Святой Дух наполнит нашу жизнь, я понимаю. Только тогда, в такой случае, если мы это очень сильно будем желать. Очень сильно. Надо это сильно очень желать. Сильно желать. Если будет сильное желание, Он наполнит. И Он хочет, чтобы Святой Дух стал драгоценным с жемчужиной. Если оно будет твоей драгоценным с жемчужиной, Он наполнит тебя. Он будет твоим лучшим другом. Тебе будет отношение с Ним как ни с кем. Ты даже будешь хотеть с Ним общаться. Ты думаешь, как я без него не могу жить без Нима. Правда? Самое драгоценное должно быть жемчужиной. И тогда у нас будет помазание и сила. Потому что Иисус сказал. Как Иисус сказал? Примените силы. И вы примените силы, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете моим свидетелем. Как сегодня Наталья свидетельствовала. Она свидетельствовала во славе Иисуса. Правильно, Наталья? Во славе Иисуса свидетельствовала. Дух Святой на нее осушал. Поэтому она свидетельствует. Она с Духом живет. Она помазанная. Вот это было, что я хотел сегодня. Дух Святой на своей встрече. sunbung. Продолжение следует...